Обсудим различные вопросы в этом ролике. Итак, тема первая это Почему существует социофобия, социопатия, почему люди разделены? Главная причина это мышление наше, наше негативное мышление. И это и есть тот инструмент, с помощью которого людей разделяют. Для чего? Для того, чтобы народ, я бы сказал так даже, не играл бы заметную роль в истории. Народ, я понимаю, как некие созидательные силы. Потому что целое это больше суммы частей. И как раз когда люди объединяются, то появляется нечто небывалое и неожиданное. И вот с этим связано первое, почему людей разъединяют, первая причина. Потому что власти боятся непредсказуемости. Раз. И мы видели, что история действительно непредсказуемым образом поворачивалась. Когда задействовались вот большие массы людей, да. Какое-то... Создавались цивилизации просто новые. А традиционное понимание себя, оно ижевало, да. Себя, там, цивилизации... Ну, вообще, вот, традиции рушились, да. Претерпевали колоссальные изменения. И даже некоторые цивилизации исчезали. Вот, это страх, исчезновение, да. Второе, это желание... Желание... Властвовать. Стремление к власти. Это негативное стремление. И мы это видим, чем это оборачивается. Сегодня поговорим еще поподробнее в разных контекстах об этом. Ну, давайте вспомним. Да, и вот, негативное мышление для этого. Вот, институционализированная пропаганда существует, да. Государство выделяет деньги на телевидение. Во всех странах практически. Даже в так называемых демократических. Для чего? Для того, чтобы проводить свою политику. Да, то есть, вот есть архитекторы этой политики. И они ее проводят. Чем это чревато? Это чревато формированием негативного мышления. Потому что, всегда, когда речь идет о чьих-то целях, они всегда крысны. Они всегда крысны. То есть, бескорыстное отношение к человеку, это такая редкость большая, которая присуща только, ну, вот, лучшим из психологов, психотерапевтов, психиатров. То, что вы платите деньги за консультацию, это некорыстное отношение. Бескорыстное отношение, вы оплачиваете время человека, да. Потому что, элементарно, здесь, в капиталистической системе, всем нужно выживать. И все, так или иначе, борются за жизнь, за выживание. Все, у всех есть эта борьба. Борьба за жизнь. Она не прекращается. И если мы даже не говорим о физическом выживании, то мы говорим о духовном выживании. И мотивация, это и есть духовное выживание. Мы знаем, что деньги, они самые примитивные, но вполне себе эффективный механизм, мотивационный механизм научения, да, бихевиоризм такой. То есть, платя кому-то деньги, вы помогаете, вы мотивируете человека жить. Вот в этой системе. И мы сейчас говорим о системе, именно, да. В которой мы находимся. Мы не говорим, мы говорим о матрице, в которой мы все находимся и нужно выжить в ней. Так или иначе. Но выжить в матрице можно, отчасти выходя из этой матрицы. Только. Такой парадокс. То есть, трансцендируя, трансцендируя, да, обращаясь к запредельному, внеположному нашему вот опыту, скажем, такому материалистическому, да. Хотя и мысль уже материальна, но, мы говорят, да, но... Значит, мы действительно способны формировать бытие. Мы способны формировать реальность. Дальше. Значит, негативное мышление. Вот есть такой, помните, был такой и есть, наверное, где-то, до сих пор актуально, я имею в виду, лозунг «El pueblo unido, хамасы равен си-до». Когда народ един, он непобедим. Так вот, негативное мышление разделяет людей, разъединяет их, атомизирует. Вот что нас атомизирует, на самом деле. Наше мышление, наши мысли. Потому что никто не хочет получать порцию яда и постоянно получать эти дозы вот этого ментального полония, этого ментального новичка, который разрушает нашу психику и наше здоровье. Мы знаем все про психосоматику. Почему у людей нет энергии? Почему люди ослаблены? Почему болеют постоянно? Да, ослаблен иммунитет. И потому что негатив. Потому что мы живем в среде продуцирующей негатив. Вот. И, конечно, люди отталкиваются друг от друга. Потому что притягивает любовь. Только любовь. Вот. Вот. Мы видим, вот я тут иногда встречаю такие счастливые пары. Очень счастливые пары. Вижу. Как правило, молодые. Да. Вот. И прекрасно. Счастье есть. Но вот это любовь. И эта любовь. Она притягивает. И одинокие люди. посмотрите, насколько негативно они смотрят. Потому что человек нуждается в любви. И да, можно быть одному, конечно, сосредоточиться на любви к себе, на своем деле. но наша эмоциональная сфера нуждается в других людях. В обмене энергиями. Вот в этом балансе давать и брать. Это только с другими людьми. и поэтому если вы сейчас одиноки, то это не значит, что это всегда так будет. И просто старайтесь найти себе человека, с которым вам будет хорошо. Пусть это будет временно даже, но по крайней мере это можно любовь не одна в жизни. Не одна. Встретили человека другого встретить и так далее. Ничего страшного нет. Пока мы живы, мы и в нас есть потребности. Мы их можем все прекрасное с нами обязательно случится, произойдет. Вот. Негативное мышление. И мы что атомизированы по этой причине. Поэтому мы видим страны, где особенно это ненависть. присутствуют к разным или группам или к меньшинствам. Вот меньшинства в основном страдают. Там нездоровая атмосфера. Там ненависть, там негативное мышление, там болезни. И это тупиковый путь. Это тупиковый путь. Созидательна только любовь. Вот. Поэтому это первое. И конечно там не будет объединения, там не будет продвижения какого-то. Именно любое дело должно быть эмоционально окрашено, как это не печально. И позитивно эмоционально окрашено желательно. Но никуда мы не денемся от эмоций. Никуда. поэтому нужно генерировать эти положительные эмоции. Дальше проблема еще какая? Инвестиции. Эмоциональных инвестиций. Ну хорошо общаться с детьми например. Дети они всегда отвечают положительными эмоциями вам. Вы вот самые адекватные это дети как раз. Как это ни странно. животные животные почему так любят животных тоже. Потому что они искренне радуются. Вы их гладите они там играете с ними вот они вам отвечают взаимностью. Дети тоже самое. У нас к сожалению мы будем говорить об ошибках воспитания детей которые очень дорого обходятся родителям потом и самим детям самое главное потому что то как родители думают о детях потом также дети о себе начинают думать и это потом очень тяжелые последствия для детей которые всю жизнь практически для отца у многих. Годы психотерапии вот что о чем я хочу сказать инвестированные чувства вот мы инвестируем чувства и мы получаем взамен когда мы общаемся с детьми как правило взрослые взрослые здесь начинаются проблемы потому что люди вырастают и что вы можете доверять ребенку да вы можете ему доверять потому что он еще ну такой бесхитростный хотя там конечно он просит игрушку да допустим всячески вот криками там и все прочее но это капризами там истериками может быть но это он добивается своей цели таким образом да в нем зарождается это агрессивность здоровая которая потом впоследствии поможет ребенку добиваться своих целей в жизни вот и вот эти желания свои он уже начинает осознавать и стремиться к тому чтобы их эти желания исполнились удовлетворить эти желания да это нормально но вот со взрослыми да но вот в этом в этом контакте когда вы с ребенком играете то он вам отвечает взаимностью да то есть он на положительные эмоции тоже откликается положительными эмоциями и у него в принципе только положительные эмоции и очень легко переключается ребенок вот если у него там что-то ударился например да ну вот подули и все тут же переключился и забыл со взрослыми людьми все гораздо сложнее и взрослый человек нуждается как раз в большем позитиве и вот это правило 1 к 7 о котором я говорю постоянно да напоминаю вам об этом не будет лишним наполнить а как раз это для взрослых очень актуально поэтому что мы делаем одна негативная эмоция семь позитивных чтобы сохранить эмоциональный баланс баланс психического здоровья таким образом вы может быть мы чаще всего как раз а поскольку мы живем в стрессогенной среде психотравмирующей неподдерживающей да опустошающей порой изматывающей негативной да ну вот сколько отовсюду льется это этот негатив то и мы уже сами да уже люди привыкли вот смотрят этот ящик просто уже на автомате да вот телезомби смотрят получают порцию негативных эмоций возмущаются вот и испытывают вот это мазохистическое удовольствие да от этого всего нездоровье это не явное нездоровье так вот часть часто чаще всего мы имеем дело с людьми которым нужны эти положительные эмоции да нужны они потому что их нужно в 7 раз больше с негативом мы постоянно сталкиваемся мы живем в нем мы живем в этой эмоционально отравленной ментально отравленной среде информационной информационно отравленной среде потому что осознанно осознанно это все происходит я хочу подчеркнуть это делается властью для того чтобы подчинить себе людей поймите власть использует все достижения науки психологии на нее работают обученные люди которые знают эти технологии все и сложно сложно неподготовленному необразованному человеку не осознающему с этим что-то сделать вот отключиться да вот это кабель телевизора да это как пуповина вот ее нужно просто порвать и все не включать телевизор просто не смотреть вот это единственный выход сейчас они через интернет уже лезут так вот мы инвестируем чувства в человека а он не может нам дать ничего взамен потому что для него эти положительные эмоции которые мы отдаем что являются вот этим как бы подпиткой да вот для сохранения этого баланса но у него то нет этих эмоций понимаете в чем дело и мы не получаем взамен вот те же самые положительные эмоции любовь мы отдаем у человека нет этой любви он берет с удовольствием потому что это ему жизненно необходимо да это необходимо для выживания для здоровья для ощущения собственной полноценности значимости для того чтобы радоваться жизни это потребность радоваться жизни признак здоровья вот у него нет этого здоровья он как вот эти больные люди да они все потребляют только мне мне запомнить пустоту запомнить эту дыру особенно если это депрессия это черная дыра в которой все проваливается бездна в разной степени у всех анон тем не менее да не получаем отдачи и что сами опустошаемся вот и конечно это тоже нас отталкивает друг от друга понимаете вот какой это замкнутый круг оказывается поэтому цените тех кто вам дает любовь дает добро дает свою энергию дает вам энергию жизни инвестируют в вас свои положительные чувства положительные эмоции это люди на вес золота это люди которые помогают вам поддерживать баланс худо бедно баланс вот этого эмоционального здоровья чтобы не скатиться чтобы не сойти с ума просто не довести себя до госпитализации я я с этим столкнулся как в корпорациях доводят людей до госпитализации люди там работают недалекие абсолютно психологически безграмотные и у них одна цель это превратить людей в роботов да то есть напрочь эмоциональную сферу сжечь просто вырезать каленым железом вот уничтожить для того чтобы люди стали роботами вот и где-то это получается а с кем-то не получается и с кем не получается этих людей доводят до госпитализации просто люди болеть болеть начинают да вот с чем мы имеем дело это отношение конечно человеконенавистническое потребительское это и есть экономический гулаг экономический концлагерь вот поэтому да и инвестированные чувства вот да плюс отношения наши да кто больнее всего бьет по нам самые близкие люди да потому что мы как бы открыты для них да получаем удары тоже невольно это все происходит потому что ну люди есть люди вот отсюда наши страхи наши фобии все то что мешает нам быть счастливыми наслаждаться жизнью любить и так далее бессознательно мы считываем информацию получаем негатив тоже который невозможно проконтролировать поэтому нужны нужны праздники нужен отдых и у каждого потребности разные в этом да кому-то достаточно месяц отдохнуть в году кому-то нужно 6 месяцев отдыхать в году да чтобы восстанавливать эмоциональную сферу нервную систему иммунную систему и так далее чтобы вообще жить самим собой в гармонии и с миром вот научиться жить с собой и с миром в гармонии вот поэтому это всему этому можно научиться как занимаясь самонаблюдением да выбирая свой путь думая о себе любя себя занимаясь собой и ища свой путь и так далее и так далее да не не опустошать себя не проверять себя на растяжение да психические ресурсы ограничены очень ограничены вот их можно так истощить что потом вы будете всю жизнь восстанавливаться просто поэтому вот последствия негативного мышления поэтому преодолеть это негативное мышление можно формируя свой мир живя своей жизнью обращаясь к своей душе и вот я тут где-то прочитал такой термин интеллектуальная нирвана вот я собираюсь развить эту тему тоже и очень хороший термин такой интеллектуальная нирвана что это такое как я это понимаю когда вы создаете вокруг себя оболочку интеллектуальную то есть когда вы и вы защищены вы в полном порядке в полном покое интеллектуальная нирвана достигается работой мысли вашей то есть когда вы начинаете о чем-то думать вот это и есть формирование этой оболочки защитного слоя и вы просто защищены от этого мира и вы находитесь в полном покое потому что вы находитесь вас не мир внешний не может вас никак задеть не может вас никак сбить с толку не может вас никак подорвать вашу веру в себя вашу самооценку ваша вашу любовь к себе сбить вас с вашего пути истинного которым вы идете потому что вы заняты чем интеллектуальной деятельностью ваши мысли всегда заняты вы постоянно продуцируете эти идеи вы генерируете идеи генерируете мысли вот почему полезно допустим мечтать фантазировать размышлять на разные темы искать решение проблем придумывать что-то и так далее вот благодаря размышлять над проблемами какими-то да это все создает вот тот защитный слой вот этой радиации негативной исходящей извне и вы находитесь в состоянии полного покоя изучение языков да то есть активная интеллектуальная деятельность изучение языков допустим по ходу библиотеки вот вы приходите читаете книги или дома читаете или еще там где-то читаете читаете то есть вы постоянно заняты интенсивным интеллектуальным трудом учите языки как я сказал да общаетесь с кем-то да дискутируете изучаете предметы какие-то учитесь то есть постоянно учитесь вот учиться это необходимо постоянно делать постоянно необходимо развиваться вот это есть состояние интеллектуальной нирваны тогда внешний мир не будет уже никак на вас влиять воздействовать и вы будете полностью защищены от него пожалуйста комментируйте задавайте ваши вопросы подписывайтесь на наш канал я благодарю тех кто уже проспонсировал наш канал это здорово что вы есть такие и такие замечательные люди которые поддерживают нашу просветительскую деятельность задавайте вопросы предлагайте темы будем обсуждать их и участвуйте в наших мероприятиях приобретайте нашу психотерапевтическую продукцию и записывайтесь записывайтесь на индивидуальные консультации психологические пакет 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 Продолжение следует...